Непонятно, кто больше испортил здоровье белорусам в 2020 году? Коронавирус или Лукашенко? Так иронизируют белорусы. Нормальный парень, без маски. А теперь поговорим серьезно. С вами вновь Хьюман Константа. И мы расскажем вам про влияние коронавируса на права человека в Беларуси по итогам прошедшего года. Вспышка COVID-19 стала серьезным вызовом для прав человека. В Беларуси так и не был введен карантин. Карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? Отношение к пандемии и практика введения ограничений и мер профилактики на протяжении всего года отличалось отсутствием последовательности и логики. Единого подхода к противоэпидемическим мерам в стране так и не было выработано. Правительство Беларуси официально признавало эпидемию коронавируса только когда это было ему выгодно. Вирус не замечали в упор, когда в Беларуси проходил розыгрыш высшей лиги чемпионата страны по футболу, масштабное празднование Дня Победы 9 мая и Дня Независимости 3 июля, а также крупные фестивали «Славянский базар» и «Александрия собирает друзей» под эгидой Александра Лукашенко. К слову, школы Беларуси не были переведены на онлайн-обучение в связи с ростом COVID-19 в стране. В то же время эпидемиологическая обстановка послужила оправданием для ограничения возможностей для национальных наблюдателей за выборами и намеренно запоздалого приглашения международных наблюдателей. Они просто не успели приехать. Кроме того, были введены различные новые ограничения по отношению к задержанным и осужденным по так называемым политическим мотивам. Проводились онлайн-суды по скайпу, не допускали адвокатов, ссылаясь на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию. Также были ограничения, касающиеся передач. Государство активно пыталось регулировать миграционные процессы. Временно приостанавливалось пересечение границы гражданами страны, а также иностранцами, имеющими разрешение на проживание в Беларуси. Министерство здравоохранения не давало подробных данных о динамике заболеваемости. А с 17 апреля 2020 года вообще перестало проводить пресс-конференции и отвечать на официальные запросы о предоставлении информации от редакции независимых СМИ. По-прежнему не зафиксирована практика массового отслеживания контактов первого и второго уровня и соблюдения режима самоизоляции. Негативное влияние COVID-19 отразилось и на экономике страны. В качестве одной из мер для компенсации расходов из-за коронавируса в Беларуси правительство предложило временно повысить некоторые ставки налогов. Держите руку на пульсе событий и берегите себя. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин